всем добрый день всех приветствую себя на канале сегодня я хочу рассказать как мне казалось о теме достаточно понятной и может быть не очень сложной но тем не менее примерно где-то неделю назад 19 февраля я прилетела в израиль и вот этот мой прилет прибытие сюда вызвало вообще у многих моих знакомых из россии кучу вопросов как так сейчас война как ты вообще попала туда а как с полетами то есть часть людей не в теме часть людей которым бы в общем-то сюда может быть хотелось бы и нужно попасть тоже так же меня и спрашивают а как ты летела а как чего ну то есть те люди которые собираются допустим покупать своим родственникам билеты поэтому я немножко расскажу тем более что когда я летела как оказалось действительно многие ищут пути попасть в израиль и это не обязательно россияне ну начнем с того что да ситуация еще по-прежнему вот такая что страна находится в стадии ведения военных действий активных военных действий и когда все это завертелось по мере того как все это начало развиваться многие авиакомпании просто прекратили свои полеты некоторые вообще на неопределенное время и соответственно круг летающих авиакомпании перечень стран он сузился ну вообще до минимума и получилось какой-то момент я вот читала обзор приводились прям перечень приводился авиакомпании какие летают и так получилось что там ночью-то было всего наверное 13 авиакомпании из них три продолжали летать в россию что в общем то сейчас и происходит это азимут по-прежнему летает red wings и эляль эляль не прекращал и летать по мере того как началась продолжается сейчас еще и свой в итоге я конкретно летела из сочи опять-таки тоже предшествовали определенные события кто я думаю что многие в курсе то что происходило в махачкале и рейсы из махачкалы и минвод были в общем то все перенесены практически все сочи в результате чего азимут летает за исключением по моему вторника на общем каждый день они практически летают и по-прежнему летает red wings но red wings часть рейсов запустил из москвы у них и были рейсы из москвы но допустим они были с посадкой в минводах тех же ну там с дозаправкой сейчас это происходит также в сочи люди которые живут не в россии столкнулись в общем то с ситуации как попасть когда например сейчас через турцию нельзя а из их стран прямые рейсы тоже отменены и ситуация усугубляется тем что часть авиакомпании по мере того как тут ситуация в израиле развивается решили а мы вернемся было об этом заявлено а потом начались всякие другие сложности это в частности связано с тем что терминал который работает на европу он по-прежнему закрыт а летать в основной терминал для ряда авиакомпании оказалось дорого за счет сборов и в итоге все вот эти заявления декларативные оказались декларативными на деле не были реализованы и авиакомпании летают по-прежнему мало для многих конечно проблема что перестали летать туркиши туркиш аэрлайнс я сама прошлый раз в августе прилетала через стамбул это было дешевле но сейчас значит к сожалению об этом это невозможно и нет необходимости в общем об этом говорить и забавный значит случай со мной летела в самолете мужчина из баку вот у него как раз рейс их авиалинии он купил и они не начали не возобновили полеты и он был вынужден думать каким улететь собирался через грузию грузию прямые рейсы есть но в итоге он пришел к выводу что он полетит тем же азимутом из баку сочи и дальше соответственно точно также из сочи прямой рейс в тель-авив надо сказать по сравнению с тем что как вот на фоне свой я летала азимутами чертыхалась каждый раз я уж не буду говорить про их отмены рейсов они всегда еще опаздывали тут азимут вылетел ровно прилетел раньше что-то чуть ли минут не на 40 в итоге для тех кто живет в странах снг и для прилета в сочи не нужна ну то есть в россии не нужна виза пользуются еще вот таким путем сочи как таковой транзитной зоны нет об этом тоже я хочу сказать мало ли вдруг это видео будут смотреть не обязательно россияне при том что например вот у этого мужчины из азербайджана был единый билет азимута ему пришлось выйти и получить багаж сочи то есть когда я вот помню где-то еще года ну год назад точно говорилось о том что аэропорт сочи сделает такую возможность о том чтобы багаж не получать а он перебрасывался сразу на следующий рейс но вот из другой стороны это не получилось ну а я прилетела в сочи другими другой авиакомпании другими авиалиниями то есть нет и соответственно точно надо было получать багаж и дальше соответственно другой вопрос то есть помимо того что рейсов мало и народ меня вот спрашивала как а чего и какие летают ну то есть кому-то может гуглить просто неохота кому-то любопытно я не знаю я за этим очень четко всегда слежу в принципе не обязательно по отношению к израиля вообще по полетам потому что все-таки хочется как-то немножко передвигаться и путешествовать вот второй момент я летела и очень сильно волновалась а как же я буду проходить контроль ну да страна же в стадии войны все равно находится вдруг вот сложно пройти границу и был на эту тему конечно мандраж надо еще следующий момент обязательно отметить что все-таки если у вас есть родственники обязательно берите от них приглашение насчет как такового туризма чтобы иметь бронь в отеле вот знаете вот это лично мое мнение я не уверена что сейчас вам здесь будут рады говоря таким вот банальным языком а если у вас тут родственники или друзья пусть они вам обязательно напишут письмо тоже опять-таки со мной летела девушка у нее такое приглашение было аж на трех языках я тоже заготовила на русском на тот случай что вдруг возникнут вопросы уже на этапе посадки в сочи но сочи никто ничего не спрашивал но это знаете как сегодня не спрашивают завтра спрашивают и там живут смотрите приглашение и обратный билет в том числе мало ли то есть такое все-таки приглашение обязательно заручитесь ну так вот прилетаю я уже непосредственно в бен-гурион поскольку рейсов там практически нет там все соответственно закрыто и нас провели уже очень коротким путем туда где надо сканировать свои паспорта и получать документ о том сколько ты можешь находиться в стороне и дальше мы идем уже непосредственно к зону пограничникам я думаю ну сейчас вот наверное будет один единственный пограничник ну раз самолетов нет но нет нормально как бы многие пункты работали и дальше все проходило по стандартной схеме то есть я показываю приглашение показываю обратный билет рассказываю кому я еду по каким причинам я еду и прохожу уже в общем-то зону получения багажа в тот день ну не в день а именно в тот момент когда прилетела кроме нас был еще всего один рейс и конечно весь аэропорт был вообще пустой народу не было никого и очень ну вот на том этаже работала мало кафешек но при этом общественный транспорт работает электричка ходит автобусы ходят то есть если вдруг вам придется добираться мало ли самим это не будет проблемой работает также еще по-прежнему продолжает работать обменник и я поснимала я тоже покажу и сам аэропорт и обменные курсы обменные курсы шетель на рубль конечно вот в аэропорту сочи вообще были крайне невыгодны в этом смысле имеет ну мало ли если вдруг вы гражданин израиля и летите с шетелями в россию то лучше конечно менять уже непосредственно в израиле ну и сейчас я покажу что я поснимала самому аэропорту и в принципе наверно пожалуй все всем хорошего всем мирного неба удачных путешествий до свидания так что у нас нынче по израильскому шетелю всем хорошо видно это купли и продажи сочицком аэропорту о вот появились рубли это я уже бен-гуреоне так делаю немножко вот так вот пустой бен-гуреон и зона прилета куда нас привезли сокращена была до минимума куда-то окольными путями все пусто вот и кафе многие закрыты думаю что и зоне вылета тоже пусто сижу в аэропорту бен-гуреона дожидаясь своих встречающих и подходит ко мне парнишка по-русски говорить я груда говорю и вот он начинает скороговоркой просить по сути делать денег парень нормально одетый ну да за спиной него рюкзак он горит что он спит в рюкзаке и типа вот собирает нам сколько-то вот со всех там типа 150 рублей почему-то такая цифра прозвучала ну что скажете вот чтобы вы сказали на моем месте вы бы ему поверили дали бы денег или что